Библейский портал экзегет.ру представляет 21 глава второй книги царей или книги царств Я читаю свой перевод для библейского портала экзегет И вообще-то жуткая глава во всей второй книге царей Самая такая страшная И чтобы ее понять нам нужен будет контекст Контекст задан предыдущими главами Я напомню, что там какие-то бесконечные распри, восстания, несогласия Борьба, которая происходит между даже сторонниками Давида Когда один его полководец Юаф убивает другого Амасу И это все само собой разумеется То есть не приводит к никаким дальнейшим последствиям И мы видим, насколько сложное положение у самого Давида Это совсем не такой самодержец, который всем управляет А это человек, которому приходится каким-то образом возглавлять Вот это раздираемое противоречиями еще только становящееся государство И зачастую он действует достаточно, я бы сказал, сомнительно Вот с точки зрения современной морали 21 глава абсолютно такой случай Во времена Давида настал голод Три голодных года один за другим Давид обратился к Господу Вот, собственно, единственное, что мы точно знаем про Давида Он всегда обращается к Господу Его вера, это не, знаете, абстрактная вера Вот есть Бог и все А это живое руководство к каждому моменту его жизни И Господь ответил, это за Саула, за его кровожадный дом Потому что убивали они гаваонитян Тут надо сделать маленькую сноточку Но она будет дана в тексте чуть дальше, поэтому прочитаем Царь призвал гаваонитян и поговорил с ними Гаваонитяне были не из сынов Израилев, а из оставшихся амареев Израильтяне дали им в свое время клятву Но Саул стремился перебить их, ревнуя о сынах Израиля и Иуды Значит, эта история описана в книге судей или вождей, как я ее назвал Гаваонитяне, один из народов, живших в Ханаане до прихода израильтян Как правило, они были изгнаны или даже уничтожены Но гаваонитяне заключили с израильтянами договор И их нельзя было трогать А вот Саул, такой достаточно пылкий и не очень-то разборчивый в своих действиях человек Их, грубо говоря, уничтожал Ну, сегодня называется словом геноцид Причем, кстати, об этой войне с гаваонитянами даже ничего и не сказано А тогда обычная практика Ну, до сих пор, вот не так давно на Балканах были этнические чистки Я уж не говорю, там, Кавказ или другие регионы Где по национальным критериям люди часто просто убивают других людей И, соответственно, Господь отвечает Давиду, что вот эта вина царства, она лежит и на потомках, и на тех, кто, может быть, лично не участвовал в истреблении гаваонитян Вот странная такая заявка, да? А ведь очень важная вещь Вот смотрите, сколько в истории, допустим, нашей страны, России, да и других разных стран неприглядных эпизодов И очень часто мы закрываем на них глаза и говорим А, ну, это было давно, это к нам не имеет отношения И мне кажется, вот эта история показывает, что даже та несправедливость, которая творилась давно Которую творили люди, ныне умершие Она должна получить адекватную оценку Она мешает идти дальше А в древности это просто три голодных года, да, вот Не вообще там какая-то, не знаю, нравственная обстановка А вот конкретно кушать нечего И по счетам нужно платить, даже если счета были сделаны предшественниками Давид спросил гаванитян Что мне сделать для вас? Как загладить этот грех, чтобы вы благословили наследие Господне? Гаванитяне ответили Ни серебра, ни золота не надо нам от Саула его дома И не надо ради нас никого убивать в Израиле Они так уклончиво отвечают Давид спросил Так скажите, что я сделаю это для вас? Они ответили царю А вот здесь внимание Гаванитяне не израильтяне Они не единобожники И у них представление того времени И обычные для того времени идеи Этот человек, то есть Саул Истреблял нас, злоумышлял против нас Чтобы не осталось нас в пределах Израилев Так пусть нам выдадут семь мужей из его потомства И мы казним их пред Господом в Гиве В городе Саула избранника Господня Такая показательная казнь Берут потомков Саула, которые лично, вероятно, ничем не виновны И казнят в городе Саула Вот так, чтобы все видели гаванитяне Они отомстили Да, ну как если бы Там после Второй мировой войны Взяли бы там детей Каких-нибудь нацистских полководцев И казнили их на площади их родного города Ну, довольно жестоко и бессмысленно Царь ответил Да, я выдам Почему? Вот, мне кажется Объяснить, не оправдать Оправдать, я думаю, нельзя Объяснить это можно только предшествующими главами Давид находится в положении царя Вокруг которого бурлят страсти Которого не очень-то слушают его собственные подчиненные И здесь вот гаванитяне С которыми надо договориться И он идет на их условия Но царь пощадил Мефевошита, сына Юнатана Внуки Саула ради клятвы Которую давали пред Господом друг другу Давид и Юнатан, сын Саулов Еще эта история про клятвы Смотрите Саул не нарушил клятву, данную его предками гаванитянам Давид сохраняет верность клятве, данную Юнатану, сына Саула И, соответственно, сын Юнатана Мефевошита не трогает Царь взял двух сыновей Рицпы, дочери Аи Которую она родила Саулу Армона и Мефевошита И пятерых сыновей Мелхолы, дочери Саула Которых она родила Адриэлу, сына Бразилая из Мехолы Ну, то есть других потомков Он предал их в руки гаванитян Которые казнили их на горе пред Господом Все семеро погибли вместе В самом начале жатвы, когда начинали жать ячмень Рицпа, дочь Аи, взяла рубище, расстелила его там себе на камни И не допускала до их тел птиц небесных днем И животных полевых ночью От начала жатвы до тех пор, как полились с неба воды Ну, то есть, да, осень Конечно, жуткая история про женщину, которая вдруг Лишилась двух своих сыновей Причем совершенно ни за что Давиду возвестили, что сделала Рицпа, дочь Аи, наложница Саула Давид отправился и взял кости Саула и кости сына его, Йонатанова, господ Явиша Галаадского Они прежде украли их с площади Бетшана, где их повесили филистимляне в тот день, когда разбили Саула в Гилбова Оттуда он унес кости Саула и кости его сына Йонатана, а потом присоединил к ним кости казненных И похоронил кости Саула и кости Йонатана в земле Вениамина в цели в гробнице Киши отца Саула Так все, что повелел царь, было исполнено, и затем Господь ответил на молитву о стране Итог Вот подводится какой-то итог Он заключается в том, что хоронят умерших И хоронят их в их родовой могиле Напомню, что кости Саула и его сына Йонатана тоже не успокоились Сначала их филистимляне казнили и повесили в Бетшане, в своем городе Потом их убрали жители израильского города Явеши, который был благодарен Саулу за победу над врагами То есть вот это разделение, которое длится из поколения в поколение Эти счеты, которые сводятся, люди, которых убивают за преступления их предков И в какой-то момент вот эти торжественные похороны в родовой гробнице Они как бы закрывают эту тему Вот у нас есть тоже в столице нашей страны, в Москве, одно погребение на Красной площади Которое, мне кажется, должно было бы переехать в родовую гробницу И, конечно, это мелочь, конечно, это чисто символический жест Но в Библии есть пример Что окончательный мир наступает тогда, когда мертвые похоронены в своих родовых гробницах И счет претензий закрыт Снова случилась война с филистимлянами у израильтян Но это постоянная история, ничего нового Давид вместе со своими слугами отправился на войну и сражался с филистимлянами И Давид утомился Вот уже Давид в возрасте, уже ему трудно вести эти войны И дальше много таких мелких подробностей Ишбобенов, один из потомок Рифаимов, у которого было копье в 300 шекеля меди Ничего себе, это довольно много Это шекель 10 грамм, значит, соответственно, у нас это довольно большой вес И новый меч обещал убить Давида На помощь пришел Авишай, сын Царуи Он поразил филистимлянена насмерть Тогда люди Давида принесли ему клятву Больше ты не выйдешь с нами на сражение, чтобы не угас светильник Израилев Вот, казалось бы, он должен был бы повторить подвиг, который был с Голиафом Но не справился И Давид уже в возрасте не юном остается дома во время войн После этого было снова в Гове сражение с филистимлянами Из Саббихайху Шаотянин сразил Сафа, который был из порождения Рифаимовых Было в Гове и другое сражение с филистимлянами Илханан, сын Яреургима из Вифлеема сразил Голиафа из Гаты Вот еще один такой же Ну, имя могло и повториться, почему нет Древко Копьева, которого было как вал ткацкого станка То есть такая довольно большая и толстая деревянная деталь в виде столбика Было сражение в Гате Там был один рослый человек У него было по шести пальцев на руках и на ногах Всего 24 Он был рожден от Рифаимов Снова упоминаются Рифаимы Никто толком не знает, кто это Ну, какой-то древний народ, который отличался особо высоким ростом Такие великаны древности Немножко мифологические Он поносил израильтян Но его сразил Йонадав, сын Шим и брата Давида Эти четверо были порождениями Рифаима в Гате И они палят руки Давида и его слуг То есть его слуги, они еще и как бы такие борцы с вот такой древней архаикой С какими-то древними чудищами, которые каким-то образом оказываются жителями их мира Которые выходят из какой-то вот такой древней бездны Ну, а здесь, может быть, в конце второй книги царей появляются вот такие уже разные эпизоды Здесь уже такой маленький складик, куда повествователь собирает самые разные истории И в следующей 22 главе неожиданно зазвучит поэзия Субтитры создавал DimaTorzok